Добрый день, сейчас мы сделаем Packet Tracer 6.6.7, настроим пат, это NAT с перегрузкой. Давайте начнем. Первым делом мы открываем R1, командная строка, Enable Configure Terminal, как всегда, и прописываем access-list, чтобы потом связать его с NAT. Копируем access-list и вводим. Мы разрешаем access-list номер 1, мы разрешаем трафик из вот этой сети, с вот такими wildcard-маской, с вот такой wildcard-маской. Хорошо, теперь нам нужно создать пул NAT адресов, для этого пишем ip-not-pool, вводим имя этого пула и прописываем количество адресов, то есть от какого адреса до какого, тут от 233 до 234, то есть два адреса. И указываем маску под сети, маска у нас в слэш-30 тут получается. Хорошо, копируем это, создаем, как и в прошлом, в динамическом, создаем просто пул вот такой-то. Хорошо, дальше нам нужно сделать это из этого NAT пат, то есть NAT с перегрузкой. Для этого мы соединяем NAT с ESL списком и указываем в конце overload, перегрузка. Копируем и вставляем. То есть все как раньше, только в конце еще overload. Хорошо, это мы настроили R1. Можно нажать Check Results, проверить, Assessment Items. И на R1 у нас осталось только на портах прописать, на каких портах это должно работать. Отлично. Вот у нас здесь все уже прописано. Опять-таки открываем R1. Нам нужно указать какая сеть внутренняя, какая внешняя. Видим у нас вот эти вот два G30, G301. Это внутреннее будет IP NAT INSIDE. А вот это вот серийный, это будет IP NAT OUTSIDE. Давайте это быстрое видео мы сделаем. Заходим в первый порт, IP NAT OUTSIDE. Заходим во второй порт. Это у нас два INSIDE будет. Так, INSIDE. И последний тоже INSIDE. Что-то скопировать лишнее. Ну ладно. Хорошо. Дальше. Что нам нужно дальше? Мы настроили Check Results с полностью R1. С перегрузкой NAT. Теперь делаем то же самое на R2. Вот у меня уже заготовлены команды. Здесь они не пишутся, чтобы быстрее их все ввести. Смотрим. Делаем то же самое. Указываем ESL в список. Только теперь список 2. Указываем сеть. Там было 16, здесь 17. Такое же количество свободных бит. Так. Потом соединяем NAT с другим списком. И указываем overload. Точнее здесь мы указываем NAT через интерфейс. Вот. Копируем эти команды. Ну и потом на интерфейсах указываем, какая внутренняя, какая внешняя сеть. Открываем R2. Командная строка. Enable. Configure. Terminal. И вставляем. Готово. Так. Что мы настроили тут? Обязательно потом проверьте. Ответьте на вопросы, если есть вопросы. Опять-таки, команды для R2 есть. Все. Как видим, 100 баллов. Check results. Мы все выполнили. Если у вас какие-то проблемы, перезагрузите задание. Оно иногда не учитывает некоторые команды и не засчитывает за них баллы. Нажмите reset assessment и перевыполните задание. Вот. Reset activity. Хорошо. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok